В Наринмаре наградили победителей международной акции «Диктант Победы». Мероприятие проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год подряд в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была достигнута победа. В этом году участие в международной акции «Диктант Победы», которая прошла 29 апреля, приняли более полутора миллионов человек. Один из победителей «Диктанта» Шамиль Рабаданов участвовал впервые. Задание теста оценивает как сложное. Самым сложным был вопрос, это, наверное, был единственный вопрос, который я, может быть, угадал, это кто на фронте воевал вместе с Никулиным и впоследствии работал с ним в цирке. То есть не совсем, может быть, имело отношение к войне истории, но самый сложный был для меня вопрос. «Диктант Победы-2021» участники акции писали онлайн. За 45 минут они должны были ответить на 25 вопросов, которые были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, а также произведениям о войне, изобразительного и монументального искусства. «Вопросы действительно очень сложные. Есть простые вопросы, но вопросы сложные. Необходимо все-таки читать про события, читать про военные операции, читать про наших героев Великой Отечественной войны. То есть имена, фамилии, годы, название операции. То есть достаточно сложный диктант. Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. «Я убедился в том, что в этот диктант Победы, который приняли ребята, учащиеся не только молодежи, а все жители Нейскоавтономного округа, это еще раз мы отдали дань памяти, уважения всем тем, кто прошел от Сталинграда и до Берлина всю Европу. Нашим отцам, дедам, прадедам еще раз помнили, еще раз почтили их память». Все победители акции «Диктант Победы» отмечены дипломами и памятными призами. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север».